Загадка 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 Я хочу сказать, что я не единственный специалист и есть более достойный. Я всего лишь человек, который создал сайт, посвященный ей, собрал материалы и чрезвычайно увлечен ее творчеством. Сайт существует три года. И для меня большая радость, честь быть сегодня здесь, потому что это невероятное событие для российской музыкальной сцены, что целый музыкальный вечер и авторский концерт происходит этого недооцененного и потрясающего композитора Галины Стольской. Скажите, пожалуйста, почему в связи с Галиной Стольской все время звучат слова «недооцененный», «неоцененный», как вы сейчас сказали, или вот как названо в нашей афише «потаенный гений российской музыки»? Ну, это легко объяснить, потому что ее концерты происходят чрезвычайно редко и больше исполняется она на Западе. Например, в прошлом году в Амстердаме был трехдневный фестиваль ее музыки. Исполнялась масса ее произведений музыкантами высочайшего класса. Почему-то Россия не выпускает ни ее дисков, ни концерты организует. Один из таких известных инициаторов ее концертов Алексей Любимов, который будет сегодня. На ней пишут книги, диссертации и поклонников. Я знаю, что есть яростные поклонники ее творчества во всем мире, но количество их, я думаю, что не очень велико, потому что и музыка сама требует труда для восприятия. Она не поверхностна, она требует человека включения в нее. То есть усилия для того, чтобы ее услышать и понять. Это музыка, которая выходит за пределы музыки для меня. То есть это больше, чем музыка. Она говорит о чем-то очень важном для меня лично. А есть вещи, которые невозможно сказать просто словами. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! А прежде чем услышать музыку, пришлось услышать об этой музыке. И я ожидала чего-то страшного, странного, чего-то давящего. На самом деле все оказалось не так. Я после концерта, после того, как концерт закончился, а точнее после того, как закончилось первое отделение, мне показалось, что я приехала в Саратов, чтобы услышать этот концерт. У меня появилось такое ощущение. Я думаю, что эта музыка производит, наверное, на людей такое же впечатление, как, например, музыка Стравинского и Шнитки, которую сначала боишься и не можешь принять, но если прочувствуешь, то полюбишь. Это концерт-открытие, конечно, потому что мы очень мало знаем этого автора. И я, общаясь с людьми, которые знают ее творчество, я узнала, что две трети ее произведений были уничтожены ею самой. Остались практически крохи от того, что было. Но это такой большой диапазон, такой разброс даже чисто стилистический, вот средствами музыкальными настолько по-разному сделано, что диву даешься, какой путь не только творческий, но и психологический прожит этой женщиной-творцом. Потому что от начала ее творчества, когда оно дает еще какой-то оптимизм, какую-то надежду на развитие жизни, в конце это приходит к какой-то полной безысходности, к полной темноте. И я обратила внимание, что к такой безысходности приходят две выдающиеся женщины-композиторы нашего времени. Это Губай Долина и этот автор. Видимо, женская натура, женская душа острее чувствует противоречие времени и скрытый трагизм нашего времени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, когда объявляли сегодня то, что будете исполнять, мне кажется, упустили одну очень существенную вещь. Не сказали, кому этот концерт посвящается. Вы знаете, меня удивило ее посвящение мне. Это было сделано намного позже написания концерта, который был написан в 1946 году, а посвящен был мне после того, как она получила мою запись. Я записал ее впервые на компакт-диск с оркестром немецкой камерной филармонии. Это был 1995-1996 год. Ей настолько понравилось исполнение, что она... И тут я совершенно ни при чем. Она сняла посвящение предыдущему исполнителю концерта, Павлу Серебрякову, и перепосвятила мне. Но я спросил, а почему? Она говорит, ну, мне его за исполнение не нравится. Вы знаете, судя по этому поступку, и, например, потому что вы в своем, по-моему, отклике на ее уход из жизни, говоря не совершенно восторжен, тем не менее пишете, что она, допустим, не соизволила прийти на какой-то ваш концерт, и это характеризует ее, как мне кажется, как человека, ну, своевольного, своенравного. Да, независимо, прежде всего, из своевольного, в том смысле, что она была вне таких социальных и бытовых конвенций. Она, в общем-то, получилась так, что и в личной ее судьбе, и в музыкальном отношении, в силу сложности ее сочинения, она оказалась отторженной от генеральной музыкальной жизни на несколько десятилетий, пока, уже, можно сказать, в конце ее творческой жизни не начали исполнять, ее не открыли как бы заново на Западе, и с тех пор ее известность стала расти, это было в самом начале 90-х годов. И она, уже практически ничего не написав, была вовлечена в целый ряд своих исполнений и авторских концертов, к которым она относилась очень избирательно и к исполнителям очень избирательно. Многих она критиковала, потому что ей прислали пластинки, записи, она говорит, это мне не нравится, это не так, как я задумала, это не в моем духе, другие, наоборот, принимала безоговорочно и мне самому подарила диск шести сонат фортепианных, в исполнении Франко Деньера, исполнителя для нее эталонного. И действительно, я к этому времени играл уже 2 или 3 сонаты, и я понял, что ей нужно. Она не хотела объяснять детально, и уже в это время, будучи к 80-ти, она уже не показывала на рояле. Но содержательность в ее музыке тоже, она не вдавалась в объяснение. Она говорит, моя музыка не нуждается в объяснениях, она нуждается в прямом понимании, в прямом излучении и в исполнении действующим на слушателя безоговорочно, прямо, без всякого анализа. И в этом плане я старался следовать ее, как бы, таким духовным указаниям, которые она делала и мне, и когда мы занимались с этим ее большим дуэтом, Александру Рудину и моим партнерам, которых я привозил в Питер на ее авторский концерт. Так что, своей волей ее заключалась именно в каком-то подчеркнутом независимом отношении к... подчеркнутой независимости от каких-то лояльностей, какого-то политесса, какого-то... каких-то реверансов. Этого ничего у нее не было. Может быть, это она даже и перегибала палку, потому что, как известно всем про своего учителя Шостаковича, она спустя довольно долгое время стала говорить очень плохо. И она возмущалась его музыкой, хотя я не думаю, что это было так в ее юности. Но она очень быстро ушла из-под его влияния. Ну, буквально два опыта каких-то. Вот в этих симфонических вещах можно услышать еще вот эти отголоски Шостаковича. Но потом она ушла из-под его влияния, чего не смог сделать практически ни один советский композитор того времени. Это было очень мощное влияние. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Это же Шостакович, если это действительно так писал Галини Иванович, что скорее она на него влияет. Это действительно? Наверное, в личном плане, может быть, это так и получилось. Не знаю. В этой истории, пускай разбираются психологи, музыковеды и историки, говорили, что то ли она была влюблена, то ли он был влюблен в нее. На самом деле, он использовал тему из ее трио в своем квартете. И в этом смысле она на него, конечно, повлияла. Но он так и не смог... Возможно, что есть отголоски ее влияния в его десятой симфонии, в каких-то наиболее сложных сочинениях, потому что отрешиться от мира ее абстрактности и вне личного какого-то более высокого положения в музыке, он так и не смог. Вплоть до самых последних сочинений. Его музыка вся пронизана социумом и человеческой драматикой. У нее нет. У нее это экзистенциальная драматика и драматизм существования, который совсем ничего общего ни с социальностью, ни с каким-то психологизмом, не имеет ничего общего. Она оперирует понятиями над личного. Скажите, пожалуйста, старший современник Галина Ивановна, тоже влюбленный в музыку, Борис Леонидович Пастернак, чье творческое развитие нам известно хорошо, написал, что в конце нельзя не впасть как в ересь, неслыханную простоту. А вот творческая эволюция Галины Ивановны, куда был направлен в век? Вот здесь она, конечно, полный антипод Пастернаку в этом плане. Да и многим поэтам, да и многим композиторам. Прокофьев в конце жизни стал очень простым. Шостакович в каком-то смысле тоже. Но она продолжала свой путь, мне кажется, радикальный путь. И последние сочинения, вот, по крайней мере, пятая, шестая соната, то есть сочинения конца 80-х, еще более, может быть, жесткие, чем сочинения 70-х годов. Там нет никакого смягчения ситуации, но в них есть, в каком смысле, простота только в одном. То, что она отсекает лишние линии развития и сосредотачивается только на одной. Поэтому вот какая-то монотония, сознательная монотония, которая есть в ее поздних сочинениях, направлена на одно, углубить слушателя по тому пути, по которому она направляет его с первых нот. И вот этот путь, он совсем не светлый. Он иногда очень даже мрачный, иногда просто очень беспросветный, я бы сказал даже. Поэтому, может быть, тексты молитв, которые она включает в симфонии 2-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю симфонии, эти все тексты молитв на русском языке дают другой смысл, придают другой смысл, более объемный смысл ее музыке, которую так, если без слов послушать, можно подумать, это шаг в никуда, это шаг в бездну, это шаг в какую-то черную дыру и так далее. Но понимаешь, что вместе с текстами это крик о трагичности человеческого существования. и надежда, которая есть практически во всех ее сочинениях, слабый луч, что в будущей жизни этого крика, этого ужаса не будет. Так что вот в этом смысле последние сочинения обозначают этот путь еще более прямо. и я не могу сказать, что она переживала внутри, но я не могу сказать, чтобы она была очень мрачным человеком. По крайней мере, последние сочинения 5-й симфонии обозначены 90-м годом. Мы с ней познакомились в 96-м. И, может быть, в силу того, что она уже отрешилась от своего сочинительства и перестала писать новые вещи, она к этим сочинениям стала относиться и с людьми. Она стала гораздо более общительной, она стала проявляться в концертах, чего она не позволяла себе делать до того. Съездила несколько раз в Амстердам, в Данию. Она была в Хайдельберге в Германии на фестивале. И последний ее триумф был, когда вместе с Ростроповичем и Райан Берделевым в Амстердаме в концерт Гебау был большой ее авторский концерт, где исполнялись ее и камерные, и симфонические вещи. И я видел фильм об этом, она сияет. Так что это сложное человеческое существо. Иисусе, Мессия, спаси нас! Спаси нас! Спаси нас! Спаси нас! Скажите, а вот она была религиозна в традиционном смысле этого слова? Нет, она подчеркивала, что в церковь она не ходит, но она очень была глубоко погружена в какие-то внутренние проблемы общения с неким высшим порядком. И она говорила, что она не может писать, пока на нее не сойдет благодать, или не сойдет что-то, заставляющее ее писать. А вы помните свое первое знакомство с ее музыкой? И вот что, собственно, стало толчком, что привело к тому, что вы стали одним из лучших, если не лучшим, исполнителем ее произведения? Вы знаете, я думаю, что привело к ее музыке постепенно меня, в общем, с одной стороны, разочарование в достижениях авангарда, понтилистического и так далее. Ну вот, с другой стороны, большее понимание музыкальной архаики, то есть корней, в общем, глубокого творчества, не обязательно авторского, но архаика и не авторская, архаика есть в любой музыкальной культуре. И вот эти недра архаические питают любую музыку. Вот в ней это суровая, первобытная, можно сказать, архаика, очень просто налицо. Здесь есть, может, какое-то шаманское заклинательство, в ней есть минималистическая повторность, то есть мантра, молитва. Вот это упор на одно отсечение ненужного и сосредоточение как бы в одной точке, я думаю, что вот это меня тоже, в общем-то, ищущего смыслы в музыке, привело к ее музыке, в общем, вовремя, я бы сказал. Потому что вы, ты человек, очень светлый, разносторонний, безусловно, и человеческий музыкальный, очень светлый, позитивный, мне кажется, настроенный на прямую и обратную связь с окружающим миром. Вы имеете в виду? Я имею в виду вас, да. Ну, да, не знаю. Может быть, да. Но, в принципе, я действительно недепрессивный человек и стараюсь быть проводником для публики той музыки, которую считаю важной и важной не только в плане композиционных изысков, но в плане передачи послания. То есть, в этом смысле я свою миссию нахожу, как передать послание. И в этом смысле человек, передающий или ставящий себя на место такого посланника, не может быть мрачным человеком, иначе его послание неправильно будет воспринято. ПОДПИСМЕНТЫ 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 Если бы внешние обстоятельства бытия Галиды Ивановны складывались по-другому, она была признана, обласкана и прочее. Как вы считаете, она описала бы по-другому? Как можно ответить на такой вопрос? Я спрашиваю вас как посланника, проводника, человека, который все-таки имеет право пофантазировать на эту тему. Я понимаю, да. Вы знаете, любой композитор пишет такую музыку, которую он находит в себе от каких-то импульсов, безусловно. Вот тут можно привести такие примеры. Например, два ученика Шуенберга. Берг, который писал ярчайшую и очень обращенную к людям, к музыку от всего сердца, хотя и очень сложную. И другой ученик Веберн, который в этих же условиях, в условиях довоенной Австрии, писал абсолютно эзотерическую, замкнутую музыку. Обстановка совершенно равнозначная. Люди совершенно... И учились одного педагога Шуенберга. Музыка совершенно разная. Вот, опять-таки, я не думаю, чтобы здесь радикально ситуация как-то поменялась. Если бы она... Я думаю, что в нашей стране вряд ли человек мог бы быть обласкан. Даже Стаковича и обласкивали разными сталинскими премиями, и одновременно так колотили и молотили по голове, как никого, может быть, другого, именно потому, что из него делали первого советского композитора. Я думаю, что все равно вот тот импульс... Тут мироощущение человека возникает, мне кажется, на стыке очень многих моментов. Не только окружающей среды и общего его положения в обществе, и как воспринимают его музыку, общего признания или непризнания музыки, но и прежде всего ему дан определенный тонус, импульс, стиль, стиль говорения, как он это говорение свое проявляет вовне, это, может быть, уже общество может как-то смодифицировать его. Но, в общем, человеку вот действительно... Вот одному человеку в совершенно одинаковом обществе задано быть традиционалистом, а другому авангардистом. Потому что вот так устроено сердце или сознание вот этих людей, что одни идут туда, другие туда. Поэтому в этом смысле, что говорить? Я думаю, что если бы она попала в условия даже хорошего музыкального функционирования западного характера, я думаю, что общий характер музыки все равно был бы такой неженский, очень суровый и какой-то очень свой и очень определенный, и очень графичный. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну и, может быть, последнее. Два слова вынесены в заглавие сегодняшнего вечера в афише нашего фестиваля. Потаенный гений. Вот оба эти слова... Но, вы знаете, любое словесное выражение неполно. Или неполноценно, или не то. Неполно и не точно. Потому что, безусловно, гений моё назвать можно. Хотя другие скажут, ну как же такой гениальный композитор, а занимается такой узкой областью музыки, пишет такую музыку в таком узком каком-то ключе. Ну, таких гениев, кстати, было. Вот я назвал Веберна. Он в этом смысле такой же эзотерический гений, но то, сколько он сделал для музыки 20 века, неисчислимо. И Потаенный, да, действительно, потому что она писала десятилетиями в стол. Все произведения 50-х, 60-х, 70-х годов не были восприняты. Её начали тихонечко исполнять где-то в середине 70-х и издавать, кстати. В общем-то, её издавали в Советском Союзе в это время. Но спустя 20, 15, 20 и 30 лет после появления, возникновения сочинений. Но объять, так сказать, вот понять то, что она хотела сказать, многие считали, да, это форма протеста. Другие говорили, да, это вот всё-таки какой-то отколовшийся кусочек драматики Шостаковича. Мне кажется, что вот такие люди, как Тищенко, допустим, сразу просекли её. И он сказал, что действительно, это её узость, узость её таланта, действительно, он очень узкий. Там нет ни мелодического большого дара, там нет ни разнообразия каких-то жанров. Там ритмических разнообразий у неё тоже не так уж много. Узость её дара, говорит, это узость лазерного луча, который прорезает металл. И в этом смысле клише, словесные выражения, это всё равно какие-то клише. На сегодня они действуют, сегодня это клише может привлечь публику. А вот что скажет публике вот эта музыка, это не выражается словами. Вот мы пришли к тому, что музыка выше слов. Вы знаете, да. Хотя слова подсказывают, что слышат в этой музыке, но музыка выше слов, она другая. Просто музыка воздействует прямо, а слова действуют через понятия. А музыка вне понятийное явление. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я, как вдовец Галины Уствольской, благодарен Юрию Леонидовичу Кочневу за то, что он сделал невозможное в России. Спасибо. Скажите, пожалуйста, ну вот вы могли бы назвать какую-то самую важную определяющую черту характера Галины Ивановны, как вот вы ее видите? Это музыка. Только музыка. Мы прожили с Галиной Ивановной 45 лет, и она занималась только одним в жизни – музыкой. Все, что могу ответить на это вопрос. А это возможно? Что? Вот всю жизнь заниматься только музыкой? Ну, естественно, при поддержке. При поддержке, которую я осуществлял, будучи ее секретарем и прочее, прочее. А вы можете вспомнить, как вы познакомитесь? Тут вспоминаться не о чем, вспоминать не о чем. Я поступил к ней в класс в музыкальное училище Римской Корсако. Ну и все. Мы полюбили друг друга. А потом я, узнав о ней много и узнав много о ее музыке, я понял, что они не композитов. Вот и все. Это очень важно. Это очень мужественное решение. Ну, я могу пример привести. Я это сделал в 1963-1964 году, а вот уже в 80-е годы Калини Ивановне написал письмо, композитор, бельгийский композитор Патрик де Клерк. Он сказал о том, что был в Ленинграде и купил в магазине некоторые ее сочинения. Приехав домой и внимательно изучив эти сочинения, он понял, что я не композитор. Интересно, сколько же человек вот так вот своим творчеством... Я первый. Хорошо. Как вы думаете, а послушав музыку Галины Ивановны, решил ли себя кто-нибудь, что он, композитор, будет писать? Вы имеете в виду учеников ее? Ну, я не знаю. Не обязательно, непосредственно учеников. Просто человек может быть такой, что человек вдохновился в ее музыку и стал сочинять. Этого я не могу сказать. Это очень сложный вопрос. Нет, это я на себя не беру такое. Не знаю. Скажите, последний, совершенно, может быть, дурацкий вопрос. Вот была ли Галина Ивановна жизнелюбым? Она любила жизнь в ее вот таких проявлениях, которые даются нам. Ну, иногда часто бы того утро, рассвет, аромат цветка, я не знаю, что-то такое. Почему это хороший вопрос, не дурацкий? Она очень любила, когда мы уезжали из города, летом в Литву, в Новгородскую область, где-то отдыхали. Она очень любила природу, лес, речку. Все то, что мы любим, она любила. Но она любила это одна, без людей, без народа, без окружения, вернее, вот так сказать. В четвертый день фестиваля череда премьер была продолжена опера Джакома Пучини «Мадам Бутерфляй» в постановке «Петербуржица» Алексея Степаника. Эта работа открыла нашим зрителям еще одно новое имя. Главный артист у нас сегодня, самый взрослый член нашей команды, Тимур Сайкулин. Это сыночек нашей балерины, нашего театра. Ребенок, который покорил режиссера с первых минут, пришедших на репетицию, сказал, что это большая находка. И вся наша труппа очень полюбила этого замечательного малыша, который оказался необыкновенно артистичным, необыкновенно покладистым, послушным, очень замечательным ребенком. Так что, Тимочка, мы очень рады, что ты с нами. Тимка, скажи что-нибудь здесь зрителям. Хочу быть артистом. Правда хочешь? Давно? Да. А сколько тебе? Четыре. Четыре года уже? Значит, все четыре года хочешь стать артистом? Да. Это твоя первая премьера? Да. Поздравляю. У ребенка, вы знаете, бывает, в жизни повезет по-настоящему. Вы знаете, я видела, наверное, дисков 15 с записью этой оперы. Лучше я ни в одном диске не слышала и не видела. Это просто потрясающе. Знаете, вот я его вижу, и такие чувства переполняют, что мне он очень помогает провести эту очень сложную сцену. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну что, очередная премьера на этот раз оперы репертуарной в самом высоком смысле этого слова, которую почему-то в последние годы ставят во всех театрах, вот не знаю, в Большом театре. Кстати, и в Самаре у нас поставили эту оперу недавно. Ну, музыка, она остается, музыка замечательная. И вот мне очень понравился в этом спектакле такой современный подход к постановке. Традиционно чё-чё-чё-сан – это японский псевдоколоритность. Все ходят по-японски, одеты по-японски. Вот, ну и всё прочее. А вот здесь так ухвачена какая-то струя реальной жизни, да? Вот как будто действие происходит даже, может быть, в наши дни. Так могло быть. Вот такая же гейша, такие же американцы приезжают на пароходе в Японию. Это живая атмосфера. Но самое, что мне во внешнем виде понравилось – это новые технологии. Они сейчас необходимы. Сейчас, чтобы мы не говорили о публике, особенно молодёжи, нравится картинка. Чтобы она была убедительной, живой, не фальшивой и так далее. И вот здесь, в минимальных средствах изобразительных, очень всё колоритно. Мы видим отражение на заднике сцены настроения персонажей, да? Когда они волнуются, там, бушующее море, там, какие-то картины природы. Очень хорошо. Это замечательно. Это подчёркивает эмоциональный строй оперы. То есть режиссёрская, она, по-моему, сделана очень достойно. Ну и, конечно, режиссёр сумел и в этом спектакле, вот это Степанюк, а ставил Петроп, ставил Чиморозову, Тайный Барак, тоже сумел раскрыть артистические возможности актёра. Это очень важно, потому что они убедительны. Даже при такой пластике, несколько условной, вот здесь мы видим замедленная пластика, она тоже эмоционально убедительна. Вот. Я думаю, что эта опера, хоть и популярная и идущая, она сложная. И она будет набирать и в музыкальном отношении, и в вокальном тоже отношении. Потому что надо впевать, впевать, это всё будет, я думаю, добавлено. Мы видим самый первый спектакль. Но он производит впечатление очень хорошее. Он не... ну, нет таких новаций сверх, но, тем не менее, он современный. Идет чайоса, нет точно, варбан. КОНЕЦ 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 Знаете, на первый взгляд постановка такая, скорее, традиционная, и при этом она совершенно нетрадиционна, потому что она, прежде всего, очень красива. И через вот это слияние зрительного ряда с музыкой, которая очень тонко выполнена, оно наполняется своим особым содержанием. Вот это море, вот это вот чисто японская красота, даже некоторая темнота на сцене, она мне очень по душе, потому что это очень стильно. И мне нравится стильность этого спектакля. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Это пятикратно повезло. Во-первых, это человек, который в совершенстве знает язык. Он очень хорошо знает музыку, всю партию. И он, вы знаете, у него есть какое-то образование балетмейстера. И вот, понимаете, здесь вся пластика этой партии выражена. И очень здорово он умеет слушать актеров, понимать их суть. И поэтому вот у него получилось этот спектакль. Он был очень доволен, причем было очень сложно с ним работать, потому что человек, он, в общем, тоже сложный. Но вы знаете, что меня больше всего поразило? Я ведь была ассистентом режиссера на этом спектакле. И вот эту сцену с цветами поставила я. И причем он этого не скрывает, наоборот, всем рассказывает. Мы занимались в классе, учили партию. И вдруг он стучится и говорит, Оля, ну я не знаю, как поставить эту сцену. Я говорю, а я знаю. Он говорит, ну рассказывайте. Я рассказала. Он быстренько переложил это все на нотный материал и говорит, вот так мы и оставим. Я очень горда. Это мой дебют режиссерский. Спасибо. 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 Спасибо.